Всем привет! Сегодня мы рассмотрим с вами настройку спортивных часов японского бренда Casio AQ-180WD. Тут идет двойная индикация и стрелки, и электроника. Рассмотрим последовательно настройку каждой из них. Рассмотрим настройку электронного дисплея. В текущем режиме нажимаем и удерживаем некоторое время левую верхнюю кнопку, вот эту вот, до тех пор, пока не начнут мигать наши секунды. Для того, чтобы их обнулить, нажимаем на кнопку с правой стороны нижнюю. Наши секунды будут обнулены. Далее нажимаем кнопку MODE, вот эту кнопку левую нижнюю один раз, и попадаем в режим DST. Вот здесь вот в маленьком дисплее маркируется DST, это режим летнего или зимнего времени. Если мы нажмем на кнопку с правой стороны, то мы увидим, как время изменится на час вперед или на час назад. Это OFF будет индикатор или ON. Далее нажимаем кнопку MODE еще раз, и переходим в настройки наших часов. Изменяем значение, нажимаем на кнопку с правой стороны, это вот эта кнопка, вот меняется все, или на вот эту кнопку посередине LIGHT. И, соответственно, изменяем на плюс или минус. Далее кнопку MODE нажимаем, мигают наши минуты. То же самое проделываем и с минутами, с помощью этой кнопки и вот этой кнопки, кнопки LIGHT. Далее нажимаем кнопку MODE, мигает значение нашего года. Вот, изменяем значение года, нажимая на те же самые кнопки аналогичным способом. Далее мигает значение месяца, еще раз кнопку MODE наше число. Так же самое изменяем с помощью этих кнопок, еще раз кнопку MODE, и обратно мигают наши секунды. Для того, чтобы сохранить все измененные показатели, нажимаем вот эту вот кнопку один раз. Все, все, что мы были, все, что мы изменили, будет сохранено. Далее рассмотрим настройку аналогового времени или стрелочного. Нажимаем кнопку MODE до тех пор, пока не появится в этом дисплее индикатор HS. Вот, раз, два, три, четыре, пять, шесть. HS появилось. Теперь зажимаем вот эту кнопку и удерживаем некоторое время, до тех пор, пока не начнет мигать наше время. Для того, чтобы изменить время, нажимаем на кнопку с правой стороны. Вот, один, вот мы нажимаем, а с велкой минутной начинает свое движение. Если мы зажмем, то, соответственно, стрелка будет быстрее двигаться. Но так как постоянно нажимать довольно неудобно и пальцу неприятно, то есть такая фишка, нажимаете вот сюда один раз и параллельно на вот эту кнопку. Все, стрелки будут автоматически перемещаться до тех пор, пока вы сами не нажмете на вот эту кнопку. Тут важно не пропустить тот момент, когда необходимо выполнить синхронизацию. Ну, для наглядности видео я абсолютно на фонарь начинаю перемещать стрелки, поэтому имейте в виду, я останавливаю в любое время, вы же подгоняете абсолютно верно. То есть, чтобы и электронный дисплей, и аналоговое время были синхронизированы. Ну, вот, к примеру, я останавливаю. Вот, если надо, ну, чуть-чуть раньше останавливайте, чтобы успеть немножко подвести до необходимого вам времени. Ну, и после всех этих манипуляций нажимаете вот эту кнопку, кнопку левую, верхнюю, Adjust, и все настройки наши будут сохранены после выполнения всех манипуляций со стрелками. Вот, ну, и нажали кнопку Mode и вышли со всех настроек. Кстати, в этом режиме, ну, в текущем, если нажмете вот эту кнопку, можно изменять информацию на дисплее. Вот тут на английском Saturday, суббота, 12, 10, 10 декабря. Либо, если вы нажмете, то будет дублироваться время и секунды отображаться. Поэтому каждый настраивает, как ему удобно. Всем спасибо за внимание. Напомню, внизу под видео будет инструкция к этим часам. Подписывайтесь на канал. Всем здоровья, мира и добра. Будьте счастливы.